Трагедия на юге страны унесла жизни двоих человек. Сегодня под Алматы разбился легкомоторный самолет. Все, что известно к данному часу, расскажу в выпуске. Здравствуйте, меня зовут Сергей Гергель. Это итоги дня и мы начинаем. Все проще в республике становится получить практически любой документ А диалог с исполнительными органами уже едва похож на трудноидущий, забюрократизированный процесс времен начала независимости В прошлом и душные помещения госорганов, и график работы с двух до пяти по четвергам и нечетным вторникам с двухчасовым перерывом на обед Нужную справку можно получить, не отходя от компьютера. Также просто сегодня можно получить, к примеру, сведения о бюджете Глава Мининформации и Коммуникации Даурин Абаев говорил сегодня и о других нововведениях Дамир Абов узнал, как каждый житель страны может принять участие в ее жизни С прошлого года в стране функционирует госкорпорация «Правительство для граждан». Сегодня корпорация оказывает 76% всех существующих государственных услуг За первые полугодия текущего года «Правительство для граждан» оказало более 21 миллиона услуг, в том числе 14 миллионов в электронном формате Люди не будут ходить по госорганам, они будут приходить к оператору в «Правительство для граждан» Любая госуслуга, которая попадает в реестр оказываемой госкорпорации, она автоматически упрощается Сегодня в профильном министерстве ведется работа по увеличению числа госуслуг без электронной цифровой подписи А в ближайшее время нужные документы можно будет получить через СМС Сотовый номер привязывается к ИИН В госкорпорации заявили, что за безопасность данных казахстанцам переживать не придется Когда мы внедряем одноразовые пароли, мы их применяем по тем услугам, которые наиболее просты к получению И не несут в себе какие-то угрозы адресные справки, справки о недвижимости Ну и тому подобного порядка на сегодняшний день около 20 услуг По которым он может получить одноразовый пароль, зайти в личный кабинет и просмотреть свою информацию О полученных и ранее поданных своих заявках В рамках плана нации максимально доступными для населения стали разрабатываемые законопроекты Разного рода данные госорганов и даже полная информация о бюджетах На базе электронного правительства уже опубликовано около 13 тысяч проектов бюджетных программ Открытое правительство это уникальный шаг нашего государства навстречу демократизации общества Открытый диалог что означает? Это означает, что любой государственный чиновник высокого уровня обязан ответить на ваши вопросы, которые поступают на открытый диалог Открытый НПА что это означает? Открытый НПА означает, что прежде чем мы примем нормативно-правовый документ или прежде чем мы примем законопроект в работу Мы обязаны будем разместить его, чтобы вы могли посмотреть и ознакомиться Документ согласно законодательству должен висеть на сайте в течение двух недель Каждый может написать свои замечания или внести предложения Демировов и Мирамбек Ахмаханов. Итоги дня Портал Открытое правительство в Казахстане работает полностью Одна из главных целей плана нации – формирование мобильного и подотчетного государства 96-й шаг ставит задачу сделать доступными стратегические базы данных центральных госорганов Открытое правительство – это доктрина государственного управления, поддерживающая право граждан на доступ к документам и действиям государства для эффективного общественного контроля Сегодня концепции законопроектов в Казахстане обсуждается публично на онлайн-порталах Прозрачный доступ и общественный контроль обеспечен за расходованием бюджетных средств Проекты бюджетных программ также имеются в открытом доступе Публикуются данные госорганов На их основе созданы 23 сервиса А каждый житель страны может обратиться на блок первого руководителя государственного органа По последним данным, туда поступило больше 190 тысяч обращений Оценить качество и работу ведомств можно в разделе оценка эффективности деятельности госорганов Государственная корпорация «Правительство для граждан» сегодня оказывает 542 вида государственных услуг Структура была создана в прошлом году в рамках реализации стратегии «100 конкретных шагов» Аселия Русалиева о возросшей популярности электронного документа оборота Предприниматель Виталий Беккер занимается грузоперевозками Поставляет овощи и фрукты в ближнее зарубежье На каждую партию, вывозимой за пределы страны сельскохозяйственной продукции Оформляет фитосанитарный сертификат Раньше было туда ехать, заявления писать, ждать сотрудников А сейчас здесь через портал подал И нам проще, и той же фитосанитарной службе проще То, что у них скопления народа нет В Костанайской области наиболее активными пользователями электронных госуслуг Встали автовладельцы Через систему они оплачивают штрафы, налоги и госпошлины Услуги электронного правительства, электронного портала очень удобны Потому что не занимает много времени Не стоим в очередях Буквально уходят на это 2-3 минуты В Костанайсе с начала года самостоятельно получили почти 207 тысяч видов услуг Жители Западно-Казахстанской области Через электронный портал оформили 520 тысяч документов В областном центре обслуживания населения Сегодня постепенно переходит от принципа одного окна К принципу одного заявления Асель Русалиева, Наталья Строкова, Руслан Газезов, Канат Махмудов Итоги дня Западно-Казахстанской области Кардинальные перемены в сжатые сроки В спецсоне Астаны после многочисленных жалоб автовладельцев Наконец прислушались к общественному мнению И улучшили качество оказания услуг Увеличили количество окон, расширили зону обслуживания Но справедливости ради стоит отметить Наряду с уже решенными вопросами остались и нерешенные Что уже сделали, а что еще только предстоит, знает Ирина Камышова Недовольство людей Потому что кто-то ждет час, кто-то ждет полчаса, кто-то 15, кто-то 3 часа ждет Общественник Мурат Абенов об ужасах спецсона вспоминает Еще пару недель назад в жарком помещении толпились люди Ожидание порой затягивалось на часы Сегодня активистам, антикоррупционщикам и прокурорам показали перестановку 10 окон выдачи документов вместо трех, больше окон для получения страховки Появилась дополнительная зона консультации И главное, стал удобнее операционный зал Как они делились? Это первый зал, тот второй зал Мы сейчас в один зал с двух до сорока двух столов увеличили Это получается прием документов Медицинские кабинеты перенесли на первый этаж На второй переехали сотрудники административной полиции Десятки жалоб в фейсбуке, сотни возмущенных посетителей И всего день понадобился спецсону на трансформацию В целом, после нашего визита, две недели назад здание спецсона поменялось многое Помимо того, что стало больше окон обслуживания населения Появились мультикассы И главное, зал ожидания перенесли И теперь людям не придется ждать своей очереди под палящим солнцем Но пока остается нерешенным вопрос интеграции базы данных спецсона и налоговой Хотя в департаменте госдоходов говорят, что база эта давно работает Но сама программа оказалась непонятна операторам спецсона Вопрос обещают решить У них есть возможность просмотра информации о наличии налоговой задолженности По налоговому транспортному средству Не только по городу Астана, но и по всей республике О его начислениях, о его уплатах, возвратах, перебросках Этот лицевой был не совсем удобен для сотрудников спецсона Не могли его прочитать Соответственно, сейчас его будут дорабатывать, чтобы он был прост Но вот решат ли проблему с недоделанными ангарами для осмотра машин, пока не ясно Так же, как и будут ли укладываться сотрудники спецсона в двухчасовой стандарт оказания услуг Ирина Камышова, Каната, Бильдин Итоги дня О необходимости поддержки верблюдоводства В частности, говорили крестьяне Мангистаусской области На встрече с заместителем премьер-министром, министром сельского хозяйства Аскаром Морзахметовым Сегодня в регионе остается невысоким уровень субсидирования мелких крестьянских хозяйств Большие перспективы тем временем у товарного рыбоводства Выращивание рыбы поможет снизить уровень браконьерства и увеличить популяцию осетра Прямая государственная поддержка такая предусмотрена Здесь все зависит уже от расторопности салона местной исполнительной органы Чем быстрее они предусмотрят в своем бюджете эти средства Тем быстрее подадут заявки уже в частности казах осетра Между тем, в Казахстане цена картофеля в рознице завышается более чем в три раза Об этом сегодня рассказала вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева В доказательство она привела цифры, проведенного в июне мониторинга Производители продавали картофель по 49 тенге Внимание, посредники уже по 162 Продавать без нацена к аграре смогут на специальных площадках Мы сейчас реализуем направление госпрограммы Которое касается создания оптово-распределительных центров Такие центры будут созданы в каждом областном центре Больше полутора миллиардов тенге выделено в этом году на борьбу с саранчой Увеличились площади обработки против вредных насекомых Особенно в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях В этом году в регионах специалисты спрогнозировали увеличение количества саранчи Связано это с погодными условиями и биологической активностью насекомых Циклистность через каждые 8-9 лет резко увеличивается То есть активизируется численность марокской саранчи в южных регионах Мы из резервного фонда выделили И в Тюжамбульской и южно-казахстанской областях Проведены химические обработки И повреждения сельскохозяйственных посевов не отмечены Из-за аномальной погоды в Риме не хватает питьевой воды Живительную влагу в полутора миллионный город будут подавать только 8 часов в день Мера эта крайняя, но решить проблему иначе нельзя Дождей в столице Италии нет уже несколько месяцев Из-за засухи реки и озера обмелели Наш собственный корреспондент Юлия Гончар из Рима без фонтанов Городские фонтаны закрыты Нерациональны сегодня, а такие расходы воды Ее не хватает Иметь дело с острым дефицитом Элементарного блага римлянам приходится впервые В эти выходные водоснабжающая компания столицы Планирует прекратить подачу воды и в квартиры жителей города На 8 часов в день В Риме такое происходит в первый раз Ничего подобного я не помню, хотя давно живу в городе Отсутствие воды – это всегда большие неудобства Если проблема с водой действительно серьезная Я думаю, решение принято правильное Надеюсь на это, по крайней мере Честно говоря, мне кажется абсурдным закрыть воду в столице Столько источников есть вокруг города Такого не должно было произойти Коммунальщики разводят руками Решение ограничить водоснабжение столицы вынужденное Президент столичного региона Лацию запретил забор в озере Брачана Уровень воды в этом стратегическом водоеме Из-за засухи и отсутствия дождей опустился до рекордной отметки – минус 160 сантиметров И дальнейшее его использование, по словам экологов, может привести к катастрофе Мэр Рима Вирджиния Раджи, посадив за стол переговоров руководителя водоснабжающей компании, пытается найти иное решение в сложившейся ситуации Предлагаю ее послушать Я абсолютно готова потратить столько времени, сколько потребуют переговоры, чтобы гарантировать Риму водоснабжение Жителям города, но особенно больницам, домам престарелых, службам пожарной охраны Альтернативное решение позволит пережить городу ближайшие 10 дней, говорит мэр С началом августа времени отпусков большинство римлян покидают столицу Потребность в питьевой воде сократится Водоснабжение полуторамиллионного населения Рима зависит сейчас от результата этих переговоров В 20 небольших коммунах римской провинции подача воды в квартиры их жителей уже ограничена Казахстанские студенты в Египте были задержаны органами национальной безопасности Об этом заявил руководитель пресс-службы МИДа Ануар Жайнаков По данным египетской стороны, казахстанские студенты здоровы и содержатся в безопасных условиях Более подробной информации нет, ее египетские власти обещают предоставить в ближайшее время О пропаже шестерых казахстанцев в Египте стало известно 24 июля Ну и возвращаясь к теме, которую озвучил в начале выпуска Стали известны имена погибших при крушении самолета Як-12 в Алматинской области На его борту находились два человека Пилот Хамид Акбергенов и глава крестьянского хозяйства Масимжан Масимов Оба скончались на месте в результате падения самолета Пилот пытался увезти самолет от оселенного пункта Машина упала на пустующее зернохранилище Воздушный транспорт принадлежал компании Казавя Глава компании Игорь Сухоруков пообещал оказать материальную помощь семьям погибших Известно, что борт производил обработку химикатами частных кукурузных полей А также то, что оценка летной годности самолета была действительно до ноября этого года Последнюю полную сертификацию техника прошла в 2016 году Тем не менее, после случившегося комитет гражданской авиации МИРРК Приостановил эксплуатацию самолетов Як-12 в Казахстане до завершения расследования Причины происшествия выясняются На сегодняшний день министерством создана комиссия по расследованию данного происшествия Совместно с отработанными действиями с ДВД на транспорте и с прокуратурой Комиссия уже сейчас выехала на место По результатам работы комиссии будет сообщена информация о дальнейшем мерах, которые будут приниматься И сегодня стали известны подробности инцидента в аэропорту Стамбула 26 июля Тогда там столкнулись два самолета, один из них казахстанский ЧП произошло во время выруливания на взлетно-посадочную полосу Самолет авиакомпании Скат задел правым крылом воздушное судно компании Turkish Airlines Оба борта получили незначительные повреждения, пострадавших нет Причина произошедшего не сообщается Сейчас пассажиры Скат доставлены в Актау А пассажиры турецкого авиалайнера вылетели в Тайбэй на другом самолете В авиакомпании Скат опровергли сообщение о серьезном столкновении самолета в Стамбуле По словам представителя компании, самолет с казахстанцами на борту лишь едва задел крылом хвост другого лайнера Обстоятельства и причины гибели четырех человек на канализационно-насосной станции в Казаларде Будет расследовать комиссия Министерства труда и соцзащиты населения страны Накануне во время ремонтных работ на станции произошел выбор разгаза В результате погибли три сотрудника коммунального предприятия Еще двое доставлены в реанимацию Сегодня утром в больнице скончался еще один пострадавший В момент ЧП на объекте находились семь человек По версии следствия, трагедия произошла из-за нарушения правил техники безопасности Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших Со стороны Акимата города Казаларды их семьям будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона тенге Работники, обслуживающие очистные сооружения, такие как эта канализационная насосная станция Должны быть в специальных респираторах Этого, к сожалению, нет Налицо грубые нарушения технической безопасности И еще события в стране коротко в нашем обзоре Количество преступлений в Алматинской области снизилось на 14% Непосреднюю роль сыграла подотчетность полицейских местной власти Это нововведение, внедренное пару лет назад в ходе сплан нации 100 конкретных шагов На полигоне под Семеем проходят сборы артиллерийских подразделений регионального командования «Восток» Командиры бригад отрабатывают навыки огневого поражения целей В сборах принимают участие около 600 единиц военной техники На самых крупных рынках Алматы медицинские бригады проводят обследование желающих К услугам граждан различные специалисты В день удается проверить до 300 человек Впервые государственные субсидии станут доступны небольшим пасечным хозяйствам при Орале Ранее на такую поддержку могли рассчитывать лишь пчеловоды, имеющие не менее 100 пчелиных ульев Сейчас достаточно всего 10 Получить помощь пчеловоды смогут после регистрации бизнеса и подтверждения ведения селекционных работ В Ахмолинской области инвестор получил больницу в управление на 30 лет без права выкупа Взамен он обязуется вложить в ремонт и модернизацию медучреждения больше 2 миллиардов тенге Большая часть средств идет на закуп нового оборудования Один из проектов карты индустриализации до конца года откроют на востоке страны На проектную мощность уже выходят заводы второй пятилетки программы индустриально-инновационного развития Некоторые предприятия аналогов в Казахстане не имеют В Усть-Каменогорске налажен промышленный выпуск стройматериалов особого типа из пластика и опилок Вячеслав Фитлогин подробнее Из простых древесных опилок, их цена порядка 10 тенге за килограмм В Восточном Казахстане развернули уникальное производство Для этого их просто смешали вот с такой полимерной пластиковой крошкой А на выходе получили современный стройматериал С виду все просто, на деле сложный химический процесс Этот проект карты индустриализации обошелся частным предпринимателям в 200 миллионов тенге Такова полная себестоимость производства древесно-полимерных стеновых панелей, сайдинга и брусьев За полтора года новинки стройиндустрии покорили казахстанский рынок 50 тонн продукции пошло на возведение объектов Экспо Движущей силой в развитии производства стало наше участие в Экспо Что позволило увеличить количество заказов В результате чего увеличилось количество рабочих мест 60 человек здесь работают в несколько смен Экструдеры и конвейеры не останавливаются ни на минуту Новые партии бруса расходятся как горячие пирожки Сейчас их изготавливают для экспорта в Иран и Афганистан Где только начинается строительный сезон Если в 2015 году произвели 100 тонн продукции То в 2016 уже свыше 200 тонн В этом году планируем выйти на проектную мощность уже свыше 300 тонн За счет первой пятилетки карты индустриализации В регионе создали 18 тысяч рабочих мест В этом году еще 3000 человек лишатся статуса безработных По актуальности проектов, введенных в эксплуатацию первой пятилетки карты индустриализации Ими произведено продукции на более 154 миллиарда тенге Отчислено бюджет около 11 миллиардов тенге Впервые за много лет проекты карты индустриализации охватят не только крупные города Усть-Каменогорской семьи До конца года 10 инновационных производств откроют в 7 районах Восточно-Казахстанской области Вячеслав Фетлугин, Дмитрий Пыхтин В итоге дня Усть-Каменогорск Со дня открытия Экспо-2017 в Астану прибыли больше 1 миллиона 900 тысяч человек Львинная доля – 1 миллион 200 тысяч – это туристы Большинство гостей – 846 тысяч человек в столицу приехали на автомобилях Поездами добрались 680 тысяч Самолетом воспользовались больше 330 тысяч человек При этом загруженность аэропорта составляет 70%, ЖД-вокзал загружен на 60% Ежедневно на поездах прибывают 16 тысяч человек при максимальной возможности в 27 тысяч Благодаря Экспо вырос и спрос на услуги туроператоров почти на 80% по сравнению с прошлым годом Маленькая страна с безграничными планами на будущее и богатой национальной культурой Иордания сегодня представила на Экспо свои достижения в сфере зеленых технологий А также порадовала народным творчеством Татьяна Ковалева о путешествии в Хашемитское королевство На празднование национального дня Иорданского Хашемитского королевства Прилетел один из лучших национальных ансамблей Омана Артисты исполнили народные танцы под звучание арабских музыкальных инструментов Рибаб и Шибаб В Иордании, где 330 дней в году светит яркое солнце Всерьез намерены развивать альтернативную энергетику В стране приняты документы, регламентирующие развитие так называемого собственного зеленого коридора Программа призвана сократить зависимость страны от нефти и газа А произойти это должно за счет увеличения числа электростанций, работающих от ветра и солнца За последние шесть лет цены на фотоэлектрические элементы солнечных батарей упали в нашей стране на 60-70% Стоимость ветряных турбин также снижается С изменением государственной политики новое направление получит больше возможностей для развития К 2020 году мы планируем увеличить использование альтернативной энергии с 15 до 25% Помимо зеленых технологий в павильоне Иорданского Хашемитского королевства Представлена экологически чистая продукция страны Например, дары Мертвого моря и знаменитое оливковое масло А из разноцветного песка народные умельцы делают вот такие прекрасные сувениры Картины с пейзажами Иордании В нашей стране это называется искусство владения песком Им занимался мой отец, теперь и я В этот окрашенный песок мы добавляем специальный клей В итоге пейзажи в бутылках застывают и могут храниться веками Чем поистине гордятся иорданцы, так это своими финиковыми плантациями В год здесь производят до 20-25 тысяч тонн этого экологически чистого продукта А по производству фиников страна занимает 14 место в мире Угощайтесь, пожалуйста Спасибо Как вам на вкус? Вкусные очень, довольно насыщенные У нас, например, таких вообще нет Они подключаются размером, очень большие Татьяна Ковалева, Ирки Булантли, Указы, итоги дня Побывал на выставке Экспо и голливудский актер и режиссер Джон Малкович А после он встретился со студентами Казахского национального университета искусств Где раскрыл некоторые секреты своего успеха Но прежде для почетного гостя на скрипке Страдивари сыграла народная артистка Казахстана Айман Мусухаджаева Встретился сегодня актер и с маленькими пациентами отделения онкологии Национального научного центра материнства и детства Отмечу, Джон Малкович приехал в Астану на закрытие 13-го международного кинофестиваля Евразия Сейчас, когда речь заходит о кино, то мы уже не представляем только голливудские и европейские фильмы По всему миру кинофестивалей проходит предостаточно В странах Азии снято множество прекрасных фильмов Кино является мировым языком Снято ли оно в Корее, Казахстане или Америке, сюжет будет понятен всем Границы киноиндустрии расширились Мне выпала возможность встретиться с казахстанскими актерами и кинематографистами Мне захотелось узнать об их работе и жизни Я встретился с режиссером таких картин, как «Алмаз халыш», «Подарок Сталину», «Исторический кинофильм» Мне понравился Поделился планами с казахстанскими студентами сегодня и российский актер Егор Бероев Он рассказал, что мог бы принять участие в клипе Розы Рымбаевой Не прочь известный российский актер театра и кино поддержать и молодых казахстанских режиссеров При условии, что предложенный ему сценарий будет действительно интересным Я впервые в Астане Я в потрясающей встрече была с ребятами Замечательные вопросы Очень прям в точку, в десятку все вопросы Я очень рад, очень рад, что такие люди интересующиеся, пытливые, образованные, чуткие Гостеприимная публика, в том числе и на такой суровой аддайской земле, в степях Монгастау Я всегда чувствовал тепло и дружественную заботу Не менее торжественно и эмоционально прошел фестиваль детского кино «Пять континентов» в Астане В рамках кинофестиваля Евразия Уникальность мероприятия в роли членов строгого жюри были дети Собственно, оценивали картины именно те, на кого и рассчитаны произведения Гульнара Жандагулова прошлась по ковровой дорожке вместе с маленькими знаменитостями Красная ковровая дорожка, леди в нарядных платьях, джентльмены в костюмах Их встречает восторженная публика, все по-взрослому Вот только главные действующие лица на фестивале «Пять континентов» – дети Фестиваль прошел при поддержке кинофестиваля «Евразия» и фонда первого президента Когда они мне озвучили те фильмы, которые призеры, они выбрали очень серьезные фильмы У нас жюри самые младшие 9 лет, самому старшему 15 лет В течение пяти дней дети смотрели кино про себя, снятое взрослыми В конкурсную программу вошли пять таких лент В номинации «Лучший фильм» одержала победу картина из Чехии «Ангелы 2» Это сказка о рождественских приключениях закадычных друзей Ангела Петранелла и черта Уреша от популярного режиссера Иржи Страха Отечественному мультфильму «Казак Еля» жюри отдало приз за лучший сценарий Больше всего членов отборочной комиссии тронул фильм из Новой Зеландии «Красота» Который забрал номинацию «Лучшая детская роль» Фильм повествует о 14-летней Рэйчел Девочка вместе с одноклассниками находит самую настоящую радугу Фильмы были очень замечательными И мы каким-то образом все вместе, споря два часа, выбрали лучший из лучших Фестиваль детского кино «Пять континентов» – это первая попытка увидеть мир кино глазами детей Попытку можно считать удавшейся Ученые в Чили обнаружили цветы, которые смогут защитить растения от солнечной радиации Этот сорт цветов произрастает исключительно в Антарктике Молекулы растений устойчивых к ультрафиолету смогут быть использованы в косметологии Как компонент солнцезащитных кремов, говорят ученые университета Сантьяго Сейчас сотрудники учреждения ищут коммерческих партнеров для разработки побочных продуктов Молекулы цветов являются естественными солнечными блокаторами Они могут быть применены как в аграрном секторе, так и в разработке косметических продуктов Международный фестиваль Хан Корык в Баянауле собрал больше 200 участников Среди них студенты высших учебных заведений Кыргызстана, Монголии и России Иностранные студенты приняли участие в археологических раскопках и познакомились с историей края Заинтересовали молодежи доспехи воинов Например, шлем Батыра 15 века весил около 3 килограммов Презентовали отечественные археологи и новые уникальные находки Памятник этот относится к первому тысячелетию до нашей эры И он представляет из себя цепочку руинированных надгробных сооружений и древних святилищ Вот у этой сопки, у ее подножия, и они тянутся к подножию вот этих гор Это андроновский могильник, 3,5 тысячи лет до нашей эры Вот мы копаем кости, керамику находим Очень интересно на самом деле Вот здесь даже бронзовая бусина Мы уже собрали почти ожерелье Основные аспекты программной статьи президента Казахстана Взгляд в будущее модернизации общественного сознания обсуждают в Атаравской области Сюда прибыли видные деятели культуры, члены союза писателей Жумабай Шаштай Улы и Рафаэль Ниязбеков Программа работы группы весьма обширна Это встреча с населением и посещение исторических мест и памятников культуры Особое внимание к жителям районов Именно с глубинки должно идти возрождение исконных культурных ценностей, присущих нашему народу Код нации – это очень важный вопрос Мы должны возродить базовые ценности нашего народа и передать все это потомкам Сейсмостойкие кирпичи из рисовой шелухи, бактерии, поедающие нефть И карта земных недр Астаны Эти и другие разработки казахстанских ученых применяются на отечественных и зарубежных предприятиях И претендуют на государственную премию в области науки и техники имени Аль-Фараби Рассказывает Полина Чехична Перед вами новая модель подъемника, особенно механизмов высоких классов Таких проектов действительно полезных, но нереализованных в Казахстане много Однако претендовать на премию в области науки и техники могут только идеи, которые уже внедрены Например, карта зонирования Астаны, на которой наглядно показано, где можно бурить землю, а где рискованно, например, из-за грунтовых вод Они дают рекомендации, например, в какой точке Астане Вот если вы, например, собираетесь строить дом В данном месте какой состав почвы Какие виды сваи надо забивать Какой имеет они запас прочности А специалисты в сфере металлургии улучшают качество продукции машиностроительных предприятий Авторы одной из идей предлагают проводить ионно-плазменную термообработку стальных деталей Что сделает их прочнее в разы Проект внедрен на 12 предприятиях Казахстана и помог сэкономить уже 750 миллионов тенге Сейчас нужны такие разработки по созданию новых функциональных материалов Новых качественных сплавов Например, жаростойких, жаропрочных, износостойких, коррозионостойких и других столей А также сплавов на основе алюминия, титана и других цветных металлов В этом году на соискание премии поступило 24 научных труда Из которых первый этап отбора прошли 13 Полина Чехичина, Мухит Кудыгбаев, Абен Нарымбаев Итоги дня Алматы 122 лейтенанта получили дипломы и пополнили резерв служб специального назначения Комитета национальной безопасности Казахстана Нынешний выпуск совпал с юбилейной датой 25-летием образования в Казахстане органов национальной безопасности Также глава КНБ отметил заслугу профессорско-преподавательского состава Академии Ставшей кузницей кадров отечественных спецслужб Наш президент неоднократно отмечал, что офицерский корпус должен быть элитой И опорой государства примером для подражания Убежден, что каждый из вас осознает важность возложенных на органы КНБ задач И внесет достойный вклад в дело обеспечения безопасности и процветания Республики Казахстан Знания и профессиональные навыки у вас есть Вы должны правильно и умело применять их на практике Очередной сюрприз для ценителей оперного искусства Ведущие солисты театра «Астана-Опера» представили яркий, незабываемый концерт «Любовь, каприз и волшебство» из цикла «В кругу друзей» На сцене камерного зала выступили обладатели великолепных голосов Обладательница красивейшего сопрано Сандра Пламенец Лауреат международных конкурсов Солист одного из германских театров Бас-баритон Бауржан Андержанов Он, кстати, и является идейным вдохновителем музыкального цикла «В кругу друзей» Порадовал своих поклонников и лауреат международных конкурсов Баритон Евгений Чайников Подобные концерты проходят уже несколько лет Отмечу, некоторые из вокалистов с мировым именем И в частности Сандра Пламенец В Астане будет петь и на сцене Большого зала В компании Спласида Доминго Я в Астане уже не в первый раз И теперь я приехала, чтобы спеть в сегодняшнем концерте А также в опере Тревиата в роли Флоры с маэстро Пласида Доминго И 6 числа в опере Мадам Баттерфляй в роли Мадам Баттерфляй На этом у меня все Я прощаюсь с вами до завтра И как обычно в 21.00 подведем итоги дня вместе Всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин